вы коллеги я надеюсь меня и слышно и видно хорошо ну и тогда давайте начинать наш сегодняшний вебинар тема достаточно такая интересная с одной стороны с другой стороны достаточно трудно было собирать материал потому что материала действительно много онлайн-сервисы меня правда плохо слышно или все нормально может быть динамик сделать погромче и так онлайн-сервисы много сервисов это наверно одна из таких тем по которой можно говорить много практически бесконечно если бы у меня спросили каких сервисов больше всего в интернете то именно для создания игр викторины и все что с этим связано игрового вот это вот и дидактического контента в виде викторин сервисов огромное количество только вот для вебинара я отобрала около двух десятков сервисов на самом деле их намного больше поэтому материала будет много ссылок будет тоже много я надеюсь информация будет для вас полезна и для тех кто был у меня на вебинарах потому что часть сервисов перекочевали из моих прошлых рассказов ну и часть нового постаралась нового добавить побольше действительно много новых интересных инструментов на которые стоит обратить внимание если вам нужна презентация которая сейчас буду листать то сочку сейчас вам в чат отправлю ссылка на google диск там можно почитать презентацию если вам она необходимо можно и скачать вот там и google диск ссылка на него доступ открыт по ссылке ну давайте тогда и начнем сразу же онлайн-сервисы на что стоит обратить внимание прежде всего нужно выяснить для каких целей вы собираетесь создавать викторины игры другой контент учебная цель развлекательная цель какая аудитория потому что существуют целые платформы для создания и учебного игрового контента платформа удобно использовать потому что вам не нужно регистрироваться в десятки сервисов достаточно зарегистрироваться на одной платформе и вы можете внутри создавать самые разные игровые продукты и кроссворды и викторины и пазлы и многое многое другое ну вот начнем как раз платформы какой сервис предложите для встраивания кода на сайт почти все сервисы которых я буду говорить они все практически ну за редким исключением предполагают вставку на сайт у них у всех есть практически коды и вы можете встраивать для встраивания в социальные сети они больше для сайтов конечно для встраивания социальной сети вы можете по ссылке их добавлять социальные сети совершенно спокойно они публикуются и так ну давайте с платформ начнем самая известная платформа до забыла сказать если у вас есть какие-то комментарии по поводу сервисов чем-то вы пользуетесь что-то вам очень нравится или что-то очень не нравится то можете тоже в чате это отражать может быть даже какие свои работы опубликовать я думаю сушки им будет интересно итак ленин apps но это сервис о котором говорить много не нужно потому что все его прекрасно знают и сервис очень хороший до сих пор бесплатный хорошо работает сейчас стала платформа более стабильно одно время когда начиналось дистанционное обучение она подвисла немножко сейчас работает все хорошо и стабильно сервис для создания различного вида дидактических упражнений всего лишь около 20 шаблонов которые позволяют создавать викторины разных видов игры сортировка картинок заполнения пропусков видео викторины кроссворды игры со словами игра кто хочет стать миллионером по карте новые шаблоны добавляются интересные в общем на нее стоит обратить внимание еще плюс она на русском языке поэтому прежде всего вот с чего стоит начать если вы ни разу не составляли таких онлайн игр можно попробовать этот сервис освоить конструктор представляет собой вот примерно такое поле очень похожие поля я буквально несколько конструкторов вам покажу все остальные на них похожи ну вот ссылку на викторину вот например вот это вот обычная стандартная викторина вопрос и ответ на предыдущем слайде как раз зря перелеснула сейчас верну назад вот пожалуйста вопросы и внизу ответы к ним к вопросу как вы видите можно добавить кроме текста картинку можно произнести текст записать звуковой какой-то вопрос но и ответы точно так же просто подгрузить аудио либо добавить видео ну и то же самое с ответами вы можете добавлять подсказки отмечать правильно и неправильные ответы и и многое-многое другое плюс какую-то обратную связь еще выдавать молодец ты все решил верно ну что-нибудь вроде этого вариант найди пару игры для составления пар тоже довольно интересная игра вот у нас игра была ссылочку в час сейчас отправлю соотнести две картинки зверюшка и чем она питается на корме зверюшку вкусненьким такая игра для начальной школе ну вот был северный олень и нужно было его ягерем накормить вы просто эти пары вносите списком а дальше сервис все перемешивает и участники должны эту пару собрать и самим участникам интересно и создается все это очень просто есть тут пазлы но пазлы не такие как мы привыкли пазлы скорее интеллектуальные нужно ответить на несколько вопросов и нечто открыть картинку некую вот пазл про сказки чуковского например здесь у нас несколько персонажей с каждой сказки нужно соотнести сказку и персонажей когда эти пары соотносятся картинка переворачивается ее можно открыть целиком молодец кто собрал ее целиком вот такие интеллектуальные пазлы точно также конструктор вы даете пару даете какую-то категорию например книга муха цокотуха а к ней название персонажей заполняете несколько групп их тут может быть до 6 групп ну а дальше пазл готов сервис все сделает за вас тоже все просто и буквально за 10-15 минут можно уже целую игру сделать еще один интересный вариант можно создавать здесь так называемые видео викторины что это такое это видеоролик который вы загружать с ютуба и к нему прикрепляете вопросы вопросы можно вручную прописывать вот как у меня здесь сейчас на экране первое небольшое пояснение это не обязательно может быть вопрос может просто какое-то замечание пояснение а можно подгрузить внутрь этой игры любую викторину из этого сервиса которую вы создали сами в своем личном кабинете только викторины вы создаете до того как а потом загружаете видеоролик выбираете из своего списка нужную вам викторины подгружайте к этому видео и здесь можно добавить и кроссворд игру со словами все что угодно прямо вмонтировать все это внутрь видеоролика получается интерактивное видео тоже очень интересное и необычное упражнение вот у нас уже ссылки пошли спасибо за ссылки у меня на вебинаре на одном спросили но ленин и псм уже освоили нам уже не интересно вот чтобы новенького такого необычного попробовать давайте попробуем вот этот сервис называется word wall ну можно сказать в какой-то степени что он конкурент правда у него немножко есть ограничение в бесплатной версии он на английском языке я перевела с помощью google переводчика шаблоны на русский язык здесь 18 шаблонов они в принципе по количеству очень похожи между собой шаблоны очень необычные если вот название почитаете кроме обычных найди слова пропущенное слово групповая сортировка правда или ложь викторины тут например есть игры открыть коробку ну вот ударь крота случайные карты здесь какие-то воздушный шар вот очень необычный сейчас я пару ссылок отправлю что вы могли посмотреть вот про воздушный шар я вам ссылку сейчас отправила задача в следующем нужно лопнуть шарик который летит и чтобы блок который несет этот шарик упал туда куда надо пасть по сути это игры дополненной анимации тот же самый сервис learning apps но еще дополненной анимационной картинкой здесь игра похоже действительно на игру на компьютерную игру вам анимацию прорисовывать не надо абсолютно она дегенерируется уже внутри самого шаблона еще две ссылки сейчас отправлю на кроссфорд и на игру найди пару можете любую открыть посмотреть там интересные анимации у каждой из этих ссылок принцип работы вот пожалуйста например это викторина вот так она выглядит называется она квиз-шоу ну квиз викторина она очень красиво выезжает выплывает открывается занавес появляется театральная сцена там все мигает лампочки переливаются анимация все очень красиво в итоге сервис ориентирован наверное прежде всего на начальную школу такой яркий игровой для старших школьников может быть это уже не так интересно будет а вот для маленьких читателей либо учеников мне кажется это интересный вариант как это все создается да очень просто и вот и второе то что я вам отправила ссылку в чат еще одна вот проткни шарик мы мышкой хлопаем по шарику блок который несет падает в паровоз нужно попасть нужной картинкой вот вагончик да вот апельсины вот апельсины лопать нельзя вот там где машинка нарисована это надо сортировка картинок по сути отсортируй фрукты от машин вместо фруктов и машин вы любые свои другие картинки можете сюда добавить конструкторы очень простые вот они очень незатейливо выглядят они правда английском языке но тут все очень несложно вот например конструктор для кроссворда 1 колонки вопросов второй ответ этих вопросов и ответов вы можете создать около 20 и и после этого сервис сам за вас сгенерирует кроссворд и можете уже пользоваться тоже игра создается буквально за 15 минут такая игровая вот вариант викторины точно такой же вопрос 3 ответа 1 отмечен зеленая галочка правильным к вопросам можете подключать картинки если необходимо вот как у нас имели было это как раз шаблончик вот той самой викторины со сказочным имели вот таким образом выглядит очень похож на ленин ипс если хотите поэкспериментировать можно попробовать word art в ворд вол к сожалению бесплатный сервис здесь ограничения ленин ипс выгодно отличается тем что он абсолютно бесплатный и нет ограничений практически никаких ворд вол а есть сожалению здесь бесплатно только 5 игр можно да можно его поставить на сайт да он встраивается как ленин ипс все можно встроить ограничение 5 игр с одного аккаунта вот к сожалению правда есть такая хитрость мне кто-то подсказал что можно якобы взять одну викторину скопировать ее и ее редактировать как будто бы сервис не увидит этой хитрости вот я не знаю правда это или нет но можно попробовать в любом случае если вам очень понравится можно создать несколько аккаунтов и поэкспериментировать с ними еще один вариант иду кэнди это тоже для маленьких читателей потому что здесь действительно вот тоже анимация она тоже интересненькая несколько ссылок вам отправлю вот это вот у нас кроссворд будет кроссворд интерактивный вы можете щелкать там будут выплывать буковки из которых нужно составить слова поэтому это сервис больше для маленьких он очень такой подсказывательный там очень просто отвечать на вопросы ну и традиционная классическая викторина вот последняя ссылка пожалуйста здесь игры шаблонов здесь немного на самом деле всего три можно создавать игры со словами ворс можно создавать игры по принципу найти пару и можно обычные классические квизы создавать три шаблона в чем интересен сервис ничего революционного просто он очень быстрый вы можете создать 4 игры сразу за пять минут вот как это делать выбирайте шаблон ну например игры со словами здесь вы создаете список слов и из них тут же вам три игры сгенерируют абсолютно точно классический поиск слов ну криптограмма это он называлась у нас дальше поиск слов по кнопочкам хэнгмен и обычная анаграмма когда нужно менять и буквы в местами вот я на анаграмму послала слуху как это делать да тут вообще конструктор очень простейший записываете слово и нажимаете черную кнопочку добавить но я взяла просто название населенных пунктов мурманской области просто для эксперимента добавила из них тут же сгенерировалась три игры можно ли посчитать участников иду к инди нет здесь они скорее просто как развлекательный сервис вы тут не сможете посчитать фленин аппсе есть кабинет личный если участники зарегистрируются вы их можете считывать и смотреть кто как ответил на вопросы нужно класс создавать что касается word вола они тоже говорят о том что можно там проследить за участниками есть такая опция для учителей нужно это сделать поэтому в иду кэнди это скорее просто для саморазвлечения сервис для самопроверки он более такой развлекательного характера ну и после того как вы записали на список слов выбираете нужный шаблон например анаграмма и открываете готовую можно вставить на страницу сайта и блога игру дальше вот это вот четыре игры найди пару крестики нолики кроссворд и классическая найди пару ну и последняя игра на запоминание выбирай опять создаете в конструкторе пары ну например у меня там просто для примера фамилия писателя и название его произведения и добавить черная кнопка добавить после этого просто как вы выставили список пар выбираете любой из этих шаблончиков какой вам нравится например кроссворд или там не знаю игру найди пару и получайте готовое поле игровое можно его вставлять на сайт и блог классическая викторина здесь и шаблон классический вопрос ответ 1 обязательно должен быть правильно и остальные все неверные добавляется опять этой черной кнопочкой внутрь и далее генерируется здесь игра уже одна обычный выбор викторина из нескольких вариантов правильного ответа классический интересный необычный сама анимация здесь прикольная из человечки такие еще линки которые подсчитывают например очки в викторине выигранные баллы поэтому можно попробовать вот эта платформа учебная называется на я треники создавалась она нашими исследователями поэтому она на русском языке тоже анимация тоже игры но здесь уже больше учебные конечно же вот первая игра про то которым я честно экране про моря и 2 сейчас сразу отправлю что потом не отвлекаться 2 шаблончик там про безударный гласный в корне хотя контент может быть абсолютно любой не обязательно вот прямо учебная вы можете выбрать тему любую какой захотите сервис на русском языке здесь очень просто например вот этот шаблон первая ссылка нужно выдано 4 моря нужно 4 океана точнее и нужно все моря рассортировать по этим океаном кто куда блок вот этот движущийся который вверху с балтийским морем он будет двигаться и наша задача повернуть вот эти вот палочки коричневые они двигаются их можно мышкой двигать и нужно чтобы этот блок упал в нужное море мало того что здесь нужно сообразить а там идет еще и время и все это двигается надо еще и логически помыслить как этот блок переправить в нужное место а делается это очень просто шаблон простой нужно просто создавать категории и в каждую категорию вписывать какие-то подходящие слова например произведение тургенева и дальше список этих произведений те которые слова на блоках будут появляться ну по сути это рассортировка по категориям другой вариант называется нло смысл абсолютно такой же только теперь блоки нужно просто выкидывать лишние тоже здесь будет конструктор вот такой несложный вы прописываете слова на блоках а дальше отмечаете нужно ударить нужно оставить или нужно удалить ну например надо из списка оставить произведения только тургенев пишите список любых произведений отмечаете нужные и ненужные но дальше прилетает вот такой лоски д в это несколько блоков нужно адсортировать поставить только те которые соответствуют заданию всего шаблонов здесь 5 они все анимированные все интересные можно попробовать единственное что на сайты в блок не вставляется только по ссылке распространяется а так тоже интересно сайте телефона не пошел ну да в основном конечно игровые эти платформы особенно те которые с анимации лучше смотрится на компьютере с телефона будет не очень удобно этот сервис универсальный h5p я о нем во второй половине своих вебинаров во второй половине этого учебного года целый вебинар заготовила про этот сервис сейчас только вкратце покажу и расскажу что это и о чем и почему я его очень люблю люблю я его потому что он похож на ленин ипс но если ленин им спорта на детей конечно рассчитан то здесь аудитория не обязательно детская здесь более серьезные варианты можно создавать в том числе для студентов например и для взрослых людей у h5p есть плагин для добавления в model например wordpress можно вставить плагины бесплатные до сервисы бесплатные есть небольшие ограничения но я выбрала для обзора только бесплатный или условно бесплатный сервис h5p хотя и говорит о том что надо коммерциализироваться очень настойчиво рекламирует аналог свой платный но пока он работает бесплатно и можно пользоваться я потом расскажу что будем делать когда он станет платным но пока он очень стабильно и интересно работает здесь шаблонов более 40 самые разнообразные здесь можно создавать викторины игры упражнения презентации интерактивное видео виртуальной экскурсии ленты времени практически все интерактивные книги сейчас тоже стало можно так что можно один раз зарегистрироваться и создавать огромное количество разнообразного контента в основном здесь большая часть шаблонов как раз игры разнообразные викторины сервис немножко сложнее чем все предыдущие потому что здесь более подробные конструкторы и у них настройка ленты времени вот последний раз я создавала было бесплатно сбор детских ответов есть в этих сервисах если вы вам интересует сбор детских все ответов то лучше ленин и поспать там есть класс и по внутри класса можете собирать ответы если вы задались целью собрать то я чуть попозже расскажу это скорее сервиса для самопроверки тут нет личных кабинетов это вы даете просто учащимся либо и для игровых задач либо либо просто для самопроверки как открыть видео на полный экран в презентации я немножко вопрос не поняла о чем идет речь про видео какое и в какой презентации так из 5 пи шаблоны разные есть очень простые вот я первую ссылку отправил это обычная игра она со звуком ее можно сделать за пять минут вопрос правильные и неправильные ответы количество вопросов и ответов здесь не ограничено называется single choice set в речь 5 пи но здесь немножко у меня сегодня рассказ не про презентации про игры поэтому я сходу вам на него ответить пока не смогу мне нужно посмотреть про презентации как их делать если вы на электронную почту напишите то я вам постараюсь ответить сегодня про игры и так но это обычный ничего особенного в нем нет поэтому пропустим его другой вариант называется самари шаблон это утверждение вам нужно создать несколько списков утверждений одно из них правильно остальные неправильные вот вторая ссылка рассказки там как раз тот самый вариант это тоже без картинок совершенно простой вариант просто вы можете вставить на страницу сайта и блога просто чтобы протестировать участники могли себя проверить что-нибудь правда здесь есть подсказки еще дальше посложнее поинтереснее мой самый любимый шаблон называется квиз он же крышен сет что это такое это создание викторины серии вопросов которые могут быть разные по своему типу вот последняя третья ссылка это как раз то самое multiple choice называется северные животные и вот еще про гарри поттера викторина сейчас ссылку отправлю пожалуйста если теряется связь наверное что то есть интернетом не так может быть интернет слабый можно попробовать закрыть окошки лишний и так конструктор здесь такой же как и в предыдущих шаблонах обычная викторина вопрос варианты ответа правда к этим вопросам вы можете добавлять изображение предыдущие были все без картиночные здесь вы можете добавить медиа контент вот он так и называется медиа серая такая вкладка если на нее нажать вы можете сюда добавить видео или картинку и получается у вас такая уже викторина повеселее будет картинками другой вариант игры называется drag and drop друг вернее другой вопрос в чем суть этого вопроса сразу переверну чтобы было понятно вот так вы загружаете картинку три варианта ответа смысл игроки должны выбрать из этих трех вариантов подходящее название для этой картинки и мышкой закинуть название внутрь картинки ну то есть тени и бросай в переводе на русский язык это так звучит ну вот правильный ответ например здесь на картинке нарисована выдра выдра нарисована нужно было выбрать этот правильный ответ и перетянуть на изображение этой самой выборы ну вот такой вопрос может быть все очень просто опять вот этот конструктор заполняете само задание картинку загружаете а дальше кнопочки оформляете и выбирайте правильную кнопочку и отмечайте как правильную все готово задание здесь много слов игр заданий где можно играть со словами ну например это уже попроще это без картинок например вставьте недостающее слово правильно угадав животное вы пишете какое-то описание а вот то слово которое нужно вставить как закавычивать и двумя звездочками да это задание самопроверкой там в конце вам выдадут правильный ответ если вы ответите то вам покажут какой был правильный неправильный ответ здесь все самопроверяется ну и вот например камбал завела в звездочки и на месте этих звездочек будет в вопросе просто пробел туда сам участник будет вписывать клавиатуры нужное слово подходящий далее другой вариант тоже игры со словами отметь слова здесь наоборот нужно из списка выбрать подходящие слова опять подходящие звездочками отмечаем и на экране они будут отображаться и на них можно щелкать их выделять вот еще раз повторюсь ссылку может пропустили вот как раз я создала викторину про животных тут как раз все варианты вопросов какие только могут быть можно полистать посмотреть ну и наконец можно оттянуть текст так он и называется драк текст тащить текст то же самая история дается список каких-то слов например название произведений нужно их распределить по авторам вот у меня был андерсон коваль и горе до гарри поттер нужно в эти книги расселить персонажей северного оленя песца и белую сову но просто для образца сделал ничего такого учебных целей особых я тут не преследовала можно тоже попробовать все это буквально несколько минут делается такие вопросы правда не правда вопрос просто утверждение а дальше галочка отмечайте что правда что неправда можно добавить картинку ну и еще есть викторины здесь так называемые горячие точки когда на картинке нужно искать нужное изображение есть задание например и нужно щелкая по картинке находить правильный ответ напоминает интерактивный плакат если вы создавали когда-то то представляете наверное что это такое загружаете картинку ну вот у меня были например птички разные вот из этого списка птичек нужно было найти ту которая обитает в кандалажском заповеднике ну а в конструкторе вы сами отмечаете нужные правильные неправильные картинки выделяете их можете добавить пояснения какие-то вот я например еще добавляла пояснение как каждая птица называется то есть не просто угадай а еще узнать какую-то информацию про это ну и такой же конструктор есть когда нужно несколько точек найти несколько правильных ответов примерно та же самая история загружаете картинку добавляете точки отмечаете правильно неправильно какие-то пояснения даете ну и обязательно количество правильных ответов вот памятники мурманской области из них только три находится на самом деле в мурманске вот таким образом дает ли правильный ответ на весь класс это дело в том что в этом сервисе нет как таковых классов each five и он не создает класса вот это просто для самопроверки учащихся если вот вы прямо нацелены на учебные задачи и на создание классов то ли не нэпс подойдет и плюс еще специальные сервисы для тестирования про них чуть попозже расскажу в each five пилом скорее для самопроверки просто проверить свои знания у вас будет свой личный кабинет но как отвечают участники вы посмотреть не сможет к сожалению ну и наконец игры что называется найти пару ну вот у меня опять ссылку сейчас отправлю найди пару животного котика литературного и писателя который вы создал здесь очень простой конструктор напоминает ленин и загружаете две картинки даете каждое название и соотносите получается пара чем больше таких пар создали тем интереснее получается игра вот пожалуйста про котиков задача игрока из левой части экрана перенести нужного котика к нужному писать в правую часть и еще есть такой же конструктор для того чтобы расставлять картинки в нужном порядке вот сочком отправила там фотографии книг гарри поттер нужно их расставить в порядке как они появились по хронологии событий вот если вам нужны ссылки то они вмонтированы в саму презентацию вот можно презентацию скачать и там три будут ссылки если вы прямо хотите весь полный список ссылок то тогда личную почту в презентации я максимальное количество ссылок внедрила там все вот все что подчеркнуто она все открывается и все работает просто ну вот все абсолютно иначе вся презентация бутиками завалена не очень поэтому если вы хотите прям все ссылки получить то по электронной почте напишите мне и либо я попробую потом следующий раз их загрузить тоже на google диск и ссылку отправить если вам интересует такой материал вот про гарри поттера рассказал ну и еще рассказывать конечно можно бесконечно еще пару шаблонов просто назову и покажу ссылками как это все работает викторина называется флэш карточки может быть вы работали с таким инструментом с одной стороны вопрос с другой стороны ответ на этот вопрос скачать викторину можно по ссылке тогда не знаю если у вас никакие ссылки не открывается и викторин это не получится открыть ссылку дублировала вот пожалуйста здесь можно скачать презентацию вернусь к флэш карточкам с одной стороны вопроса другой ответ к ним можно подключить изображение ссылочку я вам отправила это викторина по писателям делали два года назад эту викторину там писатели юбиляра нужно угадать кто автор того или иного произведения их писать название произведения но по сути пара вопрос автор баллады светлана и ответ жуковский вы прописали а дальше это будет выглядеть как карточка с одной стороны вопрос перевернуть появляется правильный ответ и такая же викторина но со звуком здесь вы можете сделать например аудио выставку целую у нас были в свое время аудиозаписи стихотворений которые озвучивали наши читатели библиотеки и мы из них сделали викторину нужно угадать произведение его прослушав можете ли кому вернее наоборот определить кому принадлежат стихи прослушав это стихотворение с обратной стороны узнав имя автора можно подключить еще и аудио все это загружается с компьютера 16 мегабайт здесь объем в принципе достаточно чтобы хороший качественный звук добавить получается интересный необычный все что я рассказала все это страивается на сайт и в блоге сейчас h5p усиленно коммерциализируется они играют со своими шаблонами то они делают их платными то бесплатными там постоянно нужно за ними смотреть и следить что и как поэтому я вам рекомендую еще попробовать такой инструмент называется он удоба это русский сайт созданный нашими программистами они взяли конструктор h5p и обернули его в русскую обложку правда из русского там действительно только обложка там стандартный сайт там по-русски написана регистрация по моему тоже на русском а конструктор весь один в один взят из h5p вот тут в комментариях писали что там ленты времени стали платными возможно когда я де действовал прошлом месяце они еще были бесплатны но вдруг что-то станет платным вы можете точно так же этот конструктор использовать на сайте удобно но в принцип работы вот один в один они взяли просто конструктор перенесли его на русский сайт можно там создавать там пока все бесплатно такая маленькая хитрость ну вот не будем тогда на этом останавливаться пойдем дальше буквиджет это сервис который стал для меня открытием у я совсем недавно узнала поэтому только начала его исследовать очень удивилась как много он всего умеет я бы его с h5p сейчас сравнила потому что вот я перевела он тоже на английском вот его конструктор это не все у меня просто на скриншот все не поместилось да так и пишется удоба как вы написали так и пишется удоба от слова удобный вот пожалуйста здесь можно создавать флэш карточки викторины рабочие листы игры со словами кроссворды пазлы пары слов ментальные карты ленты времени тут есть веб-квесты в общем тут огромное количество хотел сначала написать одну обучалку потом посмотрел что на одной тут не отделаешься я его поставила в план на октябрь буду его изучать и описывать пока просто ссылки вам отправлю по чтобы вы могли посмотреть как это работает очень интересный сервис на самом деле вот еще одна соточка первая была викторина вот это у меня веб-квест как выглядит ну и кроссворд кроссворд на русском не нашла почет нашелся мне на испанском но здесь не суть главное да спасибо за ссылку на удобу ну просто как он выглядит он может быть без анимации тут ничего не выезжает не выпрыгивает это больше для более старших школьников учеников и так далее это как раз про личный кабинет это как раз про отслеживание результатов здесь есть возможность создавать классы вы можете регистрировать детей и следить за их результатами статистику собирать как они отвечали не отвечали на вопросы многое-многое другое можно попробовать совместную работу вот насколько я знаю карту разума можно делать совместно но опять-таки жаль что на английском вот google переводчик очень неплохо перевел поэтому советую тут если дальше ниже полистать там можно youtube плееры создавать и какие-то еще интерактивные рабочие листы и многое другое ну очень много тут шаблончиков теперь про минусы этого сервиса да сам конструктор на сайт конечно можно вставить все правильно если я не говорю особо значит все вставляется конструктор вот он очень простой как в each 5p даже еще проще вопрос варианты ответов правильный неправильный вот рандом это перемешать вопросы если необходимо это классическая викторина я просто посмотрела просто игры викторины что касается лент времени и там остальных материалов я не заглядывала но мне кажется они все по шаблонам очень просто строится кроссворд еще проще слова толкование слова в одну колонку словов второе толкование кроссворд вам автоматически сгенерируется вам только нужно задать его размер сайт ну и все после этого все готово ну вот квест если вы ссылку открыли то первая страничка квеста вот такая квест тут конечно не очень красочно но зато здесь все что нужно то есть правило квеста задание квеста google форма куда можно отправлять ответ все это сделают за вас вам не нужно свой сайт создавать для веб квеста например вы можете зайти на этот сервис вам дадут вот такую страничку с вкладками ничего делать не надо через конструктор просто каждую вкладку вы заполняете пока вы только в теории пока ничего своего этот не успела создать но мне заинтересовал этот сервис неплохой инструмент единственный недостаток то что он конечно же не совсем бесплатный они дают демо версию на 30 дней то есть на месяц вот за месяц можно попробовать что-то сделать потом демо версия заканчивается насколько я понимаю все что вы создали она сохранится конечно но ничего больше вы создать не сможете они очень конечно коммерциализировалась это недостаток в этом плане ленин и псани конечно и и эйч 5 пи они уступают но все равно можно что-то попробовать поэкспериментировать вдруг получится можно ведь и несколько аккаунтов создать потом за месяц можно много чего интересного сделать но веб квест например создать уже интересно ну вот про этот сервис и особо говорить даже не надо в представлениях не нуждается называть сомжение ли очень хороший очень замечательный инструмент изначально он создавался для интерактивных изображений потом он стал все больше больше рассылаться сейчас он делает практически ну нет не все но много он умеет делать интерактивные картинки презентации электронные публикации что еще игры конечно же игры викторина у него есть который полностью бесплатный не поняла вопрос наталья евгеньевна какой именно полностью бесплатный дженни или нет он уже не алион бесплатные условно здесь ряд шаблонов платные вот на картинке по количеству вы имели ввиду дженни или дженни или нет дженни или он бесплатный за исключением шаблонов вот если вы сейчас на картинку посмотрите на слайд здесь часть шаблонов помечены звездочкой желтенькой это платные шаблоны те которые не помечены все бесплатное можно использовать это я открыла шаблоны для создания игр здесь их много и по картинкам можно понять что например ты игр бродилки есть там игровое поле что-то наподобие настольной игры да можно интерактивные плакаты делать и кодом встраивать на сайт интерактивные плакаты вообще все бесплатные игры часть платная часть бесплатные я вот вам ссылочку отправил это я давно делала игра называется код мешке до код шрёдингер они его назвали сейчас к сожалению этого шаблона почему-то не стало а жаль интересный шаблончик здесь можно делать игры самостоятельно вы можете их виде презентации сделать если вы в powerpoint и работали и делали там презентации то может быть вы уже с этим знакомы этот сервис хорош тем что здесь хорошая анимация здесь вы можете анимировать все что угодно любой объект на экране перескочила любой объект нужно анимировать плюс добавлять сюда свои картинки видео разные встраиваемые объекты гиперссылки само собой вы можете создать презентацию между ней настроить навигацию например вопрос на следующем слайде ответ правильный неправильный между ними настроить навигацию если вам пока сложновато вот с навигации с гиперссылками то можно взять просто готовый шаблон стереть там содержание добавить свое я вот советую присмотреться к шаблону который называется интерактив trivial это стандартная викторина из шести вопросов она очень простенькая но можно с нее начать а дальше вы по этому образцу можете что-то свое сделать как это все работает здесь уже есть готовые слайды вы можете там что-то перекрасить изменить подписать и стереть импортные надписи написать на русском смысл в чем здесь все шесть вопросов они рассортированы по категории выбираем по вопросу открываем смотрим как это работает отвечаем на вопрос очень простая викторина есть посложнее вариант они называют это квестом создатели сервиса я имею ввиду эта игра по карте больше для учителя географии подойдет хотя если вы создаете квест какой-нибудь то можно и обязательно по географии смысл опять-таки в слайдах презентации здесь все уже нарисовано есть карта на каждой вот этом вот отсечки будет какое-то задание которое нужно выполнить щелкаете по карте открываете задание выполняете может быть какие-то ключи там надо найти на какой-то вопрос ответить викторину здесь в это внутри вопросы викторины на которую надо отвечать ну вот пример вот попали вы в германию вот вам такая викторинка на нее нужно ответить в этой викторине обязательно один вопрос можно там целую серию вопросов если на все вопросы ответить верно попадаешь на следующий этап либо возвращайся к карте жмешь следующую точку если ответил неверно то твой самолет который летит по этой карте терпит крушение и ты можешь опять начать все сначала можно сменить фон карты на свой здесь внутри презентации вы можете менять все можно свою карту загрузить можно что-то нарисовать можно вообще без карты убрать ее и просто слайды сделать в общем на свой вкус и лад презентацию можно переделать это на тот случай если самостоятельно не получится что-то создать можно взять за основу шаблон ну про игры ходилки уже говорить не буду точно так же они все делаются копируйте себе эту игру в личный кабинет а дальше внутри можете менять и фоны и форматы и задания вписывать какие вы хотите еще один интересный сервис называется леонис он тоже вот рос рос и вырос да изначально это был сервис для создания веб-квестов про веб-квестов отдельные вебинары в прошлом году проводила кому интересно и там подробно рассказывал сейчас я только вкратце скажу вам для чего этот сервис работает для создания веб-квестов квесты по принципу выберись из комнаты вы попадаете как будто бы виртуальную комнату внутри этой комнаты вы должны искать ключи но если вы участвовали в таких квестах то представляете себе нужно найти несколько ключей за этих ключей составить код и потом по этому коду из этой комнаты выбраться вот я несколько ссылок отправила первое про лермонтова вторая про волшебника изумрудного города и третье про невского там правда попросят представиться вот это все можно просто любое имя фамилию чтобы квест открылся и вы могли по нему походить и попробовать как такие квеста рождаются они очень просто делаются есть несколько шаблонов этих комнат ну вот на момент того как я готовила презентацию было 8 сейчас может быть больше они постоянно что-то добавляют что-то новенькое пока бесплатно вот эти бесплатными возможностями шаблонов будет чуть больше но бесплатно вот из этого уже можно неплохо выбрать что-то ну а дальше выбираете шаблон дислокацию а дальше и заполняете ключами сюда нужно добавить задание задания сохраняются в powerpoint и как картинки и сюда просто загружаются как картинки дополнительно можно некоторые задания еще и звук добавить где нотка нарисована там вы можете добавить звук каждой дислокации каждой локации будет свой шаблон вот я просто произвольно взяла открыла здесь вот несколько заданий и вы внутрь загружаете вы можете ну чтобы дети не уставали один тот же квест разгадывать вам очень несколько вариантов заданий загрузить сервис перемешает у вас будет вариант один квеста вариант 2 квеста двум разным классом можно дать разные задания разные квесты но обязательно вписывайте код который должны ввести на дверь у вас собственно вот и все ученики ищут ключи открыл записывать коды и открывают дверь ну это вот такая игровая задача проверь сам себя ставить на сайт и блог это не получится только в основном по ссылке можно это сделать распространить я имею ввиду эту игру ну вот в квест вот примерно так выглядит вы получаете номер квеста ссылочку на него посылаете детям ученикам либо школьникам студентам как кому считаете нужным даете код доступа ссылочку отправлять они по коду заходят и играют этот же сервис позволяет создавать и классические викторины тоже правда эти классические викторины для проигрывания онлайн это сервис для создания так называемых мобильных опросов на которых можно отвечать с помощью мобильных телефонов но тема это особая про нее отдельно уже надо будет говорить просто несколько слов скажу викторина создается примерно точно так же даете название загружаете вопросы варианты ответов отмечаете правильно неправильно ну и сама викторина выглядит по принципу своей игры вот примерно так у вас допустим несколько игроков есть ой вот нашли до автор вот смотрите пожалуйста выбираем категорию выбираем ответ как своей игре выбираем вопрос категорию как отвечать на вопрос у игроки подключаются по коду к этой игре со своих мобильных телефонов вы можете индивидуально сделать а можно коллективно групповыми у них один смартфон на всех вот они видят на экране нужно вывести на экран вопрос а дальше у них в телефоне есть и кнопочка ответить она прямо на весь экран будет такая синенькая они нажимают кто быстрее тот и будет отвечать поэтому нужно быстренько на эту кнопку нажать кто быстрее нажал тот игрок и отмечается на большом экране видно кто отвечает они отвечают и сам уже ведущий назначает баллы если правильно то назначает если неправильно то наоборот отнимаются эти баллы все как своей игре такой можно большом экране ну вот например ответ дает ученик а дальше появляется плюс минус нажимаете плюс ему баллы начислили минус не начислили отняли ну и так вот игра сама происходит по себе ну а дальше к более серьезным инструментом пойдем это все больше конечно для детских аудитории для детских библиотек если вы хотите что-то более серьезное создать со сбором ответа и прочее ну вот сервис purpose game он более серьезный для старшеклассников здесь тоже много разных интересных шаблонов например игры найти соответствие сейчас я вам отправлю ссылочки 2 про фильмы и про произведение толстого ну например вам дается список героев и нужно распределить их по произведениям толстого здесь и задание более сложные сам конструктор немножко иначе но смысл опять в чем вам нужно выбрать категорию добавить туда несколько персонажей каждому произведению например и после этого конструктор все за вас сделать все перемешает здесь еще отсчет времени идет здесь же есть интересная игра по карте ссылку отправлю не обязательно по карте вообще по картинке нужно на этой картинке найти по заданию какие-то точки ну например на карте найти изображение ну вот я взяла просто карту кольского полуострова подписала точки на этой карте а потом дала задание найти щелкнуть по этой карте в нужной точке дальше уже как самопроверка щелкается правильный ответ значит будет правильно неправильный будет неправильный красненьким появится вот но это тоже больше игры для самопроверки но они такие были уже серьезные не игровые а больше образовательные здесь и семь типов викторин можно создать можно текст можно картинку выбора одного и нескольких ответов вот можно использовать игры которые созданы другими участниками но это само собой разумеется что еще минус здесь большой это реклама которая мешает сервис бесплатный поэтому реклама много но я ставила это блок блокировщик рекламы чтобы она не отвлекала и нет тут возможности вставить на сайт и блог только вот на самом сайте смотрите там много рекламы поэтому лучше без блокировщиков на мой взгляд но это так мысли вслух теперь давайте посмотрим на тест тестеры на сервисы которые тесты создают ну вот как раз для того чтобы собрать проанализировать сделать статистику все как надо это специальные нужно искать инструменты которые вот специально на это заточены у них больше возможностей самый простой инструмент в этом ряду это конечно google форма куда нам без нее это самое простое все что всегда есть под рукой и я всем советую кто находится в поисках клада кому надо очень срочно что-то сделать начать с какой формы а это беспроигрышный вариант потому что подходит под любые задачки когда у меня рухнул я классы и рэш во время дистанционного обучения я ушла в google форма и они меня спасли в этом смысле поэтому вот очень все просто вам нужен единственный google аккаунт завести заходите на свой диск создаете выбираете форму ну а дальше сразу готовый конструктор видите вам нужно просто выбрать варианты опросов какие тут могут быть один вариант из нескольких можно добавлять открытые вопросы где вписывают либо текст либо одну строчку можно добавить шкалу сетку там вопросы видеть числа даты и много много другой здесь большой список выпадающий все на русском языке русифицирована поэтому несложно в красную рамку я вынесла дополнительные элементы которые можно добавить внутрь сюда можно картинки добавить и видео видео с ютуба я вот как раз вам видео викторину отправила вопрос и видеоролик посмотрел видеоролик и тут же ответит вариант как это перевернутого класса очень интересное интерактивное видео так можно рассылать ссылкой ученикам чтобы не рассылать сразу огромное количество видеороликов до лучше в google классе надо я поняла да я потом google класс пошла осваивать того как все это рухнуло да это точно ну вот смотрите что получается добавляйте видео к нему вопросы можно один нужно несколько рассылать ученикам обязательным вопросом ставите фамилия имя и после этого у вас в личном кабинете появляется статистика участники отвечают а вы смотрите за ними можете привлечь соавторов к работе здесь есть возможность привлекать соавторов если вы с другим коллегой соединитесь вместе создаете общий опрос никто это тоже можно сделать внизу есть кнопочка добавить соавторов по электронной почте при подключающей еще кого-нибудь и совместно работает но вот так выглядит статистика по вопросам у нас была викторина призы разыгрывали на сайте библиотеки викторина по творчеству мурманского писателя николая блинова нужно было ответить вот мы 14 ответов получили в один день и можно просмотреть статистику то есть вот 70 процентов ответили правильно например на этом вопросе это не все вы можете по отдельным пользователям посмотреть если вы написали строчкой представиться то вот вкладка отдельный пользователь там вот по каждому участнику можно посмотреть как он ответил на любой вопрос а еще проще сделать таблицу вот зеленый маленький значок с плюсиком в левом верхнем углу это значок для таблицы google таблицу можно создать и все вопросы ответы будут сохраняться еще и в табличном виде и вы можете легко для каких-то своих целей эту таблицу использовать запись вебинара до будет доступна через несколько дней можете посмотреть на ю тубе так что все доступно поэтому google форма я конечно советую обязательно попробовать это очень хорошие вещи веб-анкета кто-то говорит что вот стоит фильтр на google особенно это было года два назад когда говорили о том что вот интернет закроют все плохо еще и все с google аккаунтов быстренько начали убегать ну google жив слава богу хотя появилось много инструментов которые позволяли подменить google но если вы не хотите google аккаунт заводить его или у вас был блок стоит на библиотечном компьютере вам не разрешают google сервиса использовать ну тогда вот такой вариант веб-анкета это наш русский аналог гугла лучше или хуже я затрудняюсь сказать в чем-то лучше в чем-то не очень что она позволяет те же самые возможности любые викторины любые опросы можно сделать открытые закрытые несколько вариантов они абсолютно дублируют друг друга немножко другой конструктор но он простой на русском тоже языке тут очень легко освоиться вопрос задаете к ним можно комментарий добавить внизу на нижней картинке статистика как выглядит тоже можно все посмотреть обязательным вопросом нужно поставить фамилию имя конечно тогда вы по каждому пользователю можете увидеть статистику проконтролировать ответы на вопросы к веб-анкете тоже можно добавить картинки вот я вам последнюю ссылку дала очень красивая анкета сделанная с картинками то что-то такой глобальный какой-то проект вероятно был совершенно случайно нашла очень понравилось можно добавить картинки гипер ссылки добавлять к викторине дублирует google немножко другой интерфейс но смысл такой же в чем здесь недостаток да в том что здесь можно принимать на одну викторину на одну анкету только 200 ответов если вы с классом работаете это не проблема а вот если вы хотите ну работаете в какой-то большой библиотеке у вас тысяча с лишним участников ваших опросов ну тогда не получится к сожалению либо несколько придется делать анкеты такая вот хитрость а так все очень просто ну какие еще варианты есть еще более простые опять таки аналог google они все наверное все таки оттуда что-то берут тоже на русском языке джот форм а то пропагандирую англоязычная вот русскоязычные нет вот пожалуйста еще один вариант опросника джот форм это тоже для создания онлайн форм если вы пропишите там имя и фамилию участника тоже можете в кабинете смотреть за статистикой тут есть такое такая опция какие тут опросники могут быть с открытыми с закрытыми вопросами с одним ответом с несколькими ответами всплывающий список да нет и выбор картинок когда я нескольких картинок нужно выбрать одно ну вот с правой стороны там все подписано можно если вас математическая опросник видеть числа представлять ответ он очень тоже простенькие все на русском языке сейчас а ссылочку я уже отправила посмотрите как это все работает можно по электронной почте размещать можно на сайте в блоге можно добавлять картинки диаграммы фон добавить к этому опросу тоже покрасивее и сделать бесплатно к сожалению только пять опросов это тут вообще все как-то очень плохо с бесплатным аккаунтом это не для массового производства опросников и 100 заполнений в месяц то есть вот пять опросов и каждый месяц по 100 ответов вы на них можете получать правда вы можете удалить тот который у вас уже не рабочий вы его не используете просто удаляйте создаете новый можно так ну вот на всякий случай сказала и про это но еще один русскоязычный силой monkey называется не знаю почему с обезьянкой связан давайте тоже пару ссылок отправлю тоже русскоязычный тоже абсолютно такие же возможности как у предыдущих сервисов можно добавлять картинки можно текст и просто вот я сейчас и так и так добавлю вам две ссылки 1 без картинок 2 с картинками опять здесь огромное количество вариантов опросника здесь могут быть и флажки и рейтинги и обычные ответы на вопросы из списка выбирать и прописывать дату здесь можете собирать информацию не обязательно викторины контактную информацию какую-то собирать можно например фамилия имя участник адрес электронной почты вот я вам весь список открыла на экране конструктор на русском очень просто вопросы варианты ответов отмечать верные и неверные и сохраняете все что у него по возможностям точно также ограничение до 100 ответов на викторину но количество викторин не ограничено правда не пошли другим путем они ограничили количество вопросов внутри викторины это для маленьких опросников до 10 вопросов вот и вариантов ответа там максимум будет 4 вот такие маленькие викторинки здесь можно создать то их количество не ограничено можно попробовать посмотреть какой он работает но в любом случае если вы планируете что-то масштабное тут из google форма наверное не обойтись все они по возможности немножко ей вступают ну и еще один сервис хотя викторина в этом сервисе выглядит онлайн это вам отправила ссылку поторопилась онлайн тест пэт это чуть попозже должна быть ссылка сейчас отправлю нужны это сервис тоже для создания викторин он бесплатный и ограничений в нем нет он перенасыщен рекламой конечно на полях там опять надо ставить блокировщик рекламы потому что конечно не очень есть хорошо но он интересный потому что умеет создавать кроссворды и викторины еще даже диалоговые тренажеры такие есть если учебных заведениях работаете с таким то вот тоже можно диалоговые тренажеры создавать смысл в чем это такая викторина в которой последующий вопрос будет зависит от ответа который вы дали в зависимости от какой даете ответ до викторина дальше и двигается конструктор простой он тоже на русском языке все понятно кроссворд вообще очень легко создавать вписываете название клеточки и толкование этого слова за за вашу сервис сделает ну а дальше все это генерируется и создается ну и похожий на него про профс тоже примерно такого же формата он тоже умеет делать тесты и викторины кроссворды нет а тесты викторину него тоже неплохо получается по функционалу они одинаковые просто если вам какой-то из них понравился то его и выбирайте бесплатные опять есть реклама мешающие здесь правда уже на английском языке шаблон называется к визис вообще кроме к визиса тут еще есть несколько других но только викторина говорим здесь и видео викторины есть открытые закрытые вопросы и вписать ответ строчку пары слов собрать между собой многое многое другое вкратце о них но это вот серьезные вещи где вы можете уже более серьезной аудитории давля и в этом ряду вот гул конкур он не такой выдающийся не такой революционный как все предыдущие сервис для интерактивных покатов джене али и о нем чуть выше говорил он позволяет создавать викторины но они очень простые если вот ссылку первую откроете там даже разговаривать особо не о чем потому что ну она особо не выдается хотя бесплатно а больше здесь понравились флеш карточки вот вторая ссылка она интересная и на слайде в презентации я тоже вторую ссылку добавила флеш карточка с одной стороны вопроса другой ответ это не только викторина может быть это может виртуальная экскурсия вот как раз виртуальная экскурсия по городам беларуси и беларуси вот как раз вторая ссылочка с одной стороны фотография какого-то места с другой стороны ответ поэтому образцу вы можете сделать какую-то свою экскурсию например у вас будет одновременно и викторина и виртуальное путешествие конструктор простой очень вам нужно на карточках просто одной стороны картинку поместить другой стороны текст или наоборот как хотите ну и наконец два сервиса которых совсем недавно я писала в блоге роза ветров север уж освоила так освоила эти сервисы apester очень хороший сервис если вы помните было одно время такой сервис назывался play bass очень популярный был тесты создавали всякие опросники потом стал платные все пожалели о нем а вот похожий вариант и называется apester он позволяет создавать три вида викторин викторины по слайдовые обычные с выбором правильного ответа викторины с видео видео опросник ну и персональные тесты это даже не викторины такое развлекательная вещь какой вы путешественник какой вы читатель какой вы литературный персонаж вот три вида я вам отправила первая викторинка второе видео опрос и третья как раз персональный тест подробно здесь даже говорить особо не приходится он переведен уже на русский язык здесь все по слайдово на слайде вводите вопрос и варианты ответов их может быть 234 и добавляйте новый слайд слайд на слайде тут же вопрос и ответ выбираете фоновую картинку нажимаете сохранить и получаем готовый викторин можно викторину с картинками сделать вместо ответов загрузить картинки кстати у сервиса большая библиотека с изображениями можно что-то оттуда брать можно с компьютер видео викторина делается примерно также загружаете на один большой слайд ваши видео с ютуба дальше проигрываете его в нужный момент останавливаете паузу ставите и добавлять свои вопросы к этому моменту видео и получаются вопросы прямо внутри видеоролика получается интерактивное видео тут есть еще забавные анимации если вы для детей готовите какие-то викторинке вот сбоку есть называется она фидбэк обратная связь если вопрос правильный то там может быть выставить какую-нибудь мацию пляшущего зайчика если ответ неправильно там будет грустная сова например там можно что-то выбрать ну можно и без этого но для детей можно ну вот персональный тест персональный тест просто делается если помните было анна ахматовой такой тест всех делить людей делила на москвичей петербуржцев вот зависит от того что они любят чай кофе там не так далее вот я взяла этот тест и перевела его в электронный вид ну вот например если ты любишь чай тут и москвич если кофе то петербуржец вот по мнению ахматовой смысл в чем вы создаете эти типажи и каждый вариант ответа прикрепляете к определенному типажу вас получается персональный тест вот кто ты петербуржец и москвич ну вот как вариант такой не викторина просто просто для развлечения ну и похожий сервис бренд квиз это я совсем недавно мастерилку закончила про него писать долго я его конечно изучала но интересный зато все кнопочки попробовала ну вот ссылочка пожалуйста на викторину классическую и дальше более развлекательная викторинка будет персональный тест какой вы литературный кирпус вот я надеюсь вы еще не устали от моих ссылок обучалка скоро будет в октябре месте и опубликую здесь тоже по слайдовой работа слайда немножко по-другому выглядят но опять-таки на слайде вопрос варианты ответов плюс к слайду вы можете внутрь из самого слайда добавить разные кнопочки тексты картинки видеоролики делать видео викторину и вот все блоки находятся с правой стороны просто мышью переносим их на слайд есть готовые шаблоны там вообще не надо ничего создавать просто стираете содержание добавляйте свое вот про шекспира я сделал на готовом шаблоне вот что еще вопросы варианты ответов вот так выглядит слайд например дальше кнопочка переход к следующему слайду спасибо за добрые слова ну и последнее последнее из полезной нужной информации а как же на большом экране если мы хотим задействовать проектор на мероприятии провести игру все это больше для домашнего использования конечно а вот если в аудитории есть несколько вариантов таких игр есть вот такой квиз визор это тоже из моих находок последних эта игра сейчас я прямо с кодом ее отправлю викторина правда ссылка на обычную викторину но смысл в чем она с кодом к ней можно подключаться к этой викторине из мобильных устройств выводить на экран картинку но дальше проводить игру правда вот эту картинку я вывела без фона просто обычной викториной а на самом деле в этом сервисе можешь создавать игры по принципу настольных игр например вот достигли вершины вот эта игра уже и удалили мне ссылку на нее не найти сама пока не создала поэтому вот по скриншоту смысл в чем по этим точкам подниматься вверх на вершину горы на каждой точке будет вопрос викторина только в виде настольной игры и вот я например двигалась двигалась дошлась до третьей точки вот это красненькая это здесь я застряла вот таким образом как это все работает на экране открываете то фон вот это вот поле рабочие дети из по коду добавляются сюда каждый будет определенным цветом но они двигаются можно группам группами двигаться вот а вы сами смотрите на экране в режиме реального времени кто первый добежал до конца этой игры как это внутри работает вот викторина например вы можете выбрать обычную можно с коротким ответом с длинным верю не верю открытый вопрос можно что-то числовой например сделать если вас по математике игра добавить картинки видео и аудио можно еще и все строить никуда нельзя это все в режиме реального времени работает только для мероприятий ну вот ссылку вот так у вас выглядеть если вы про не пройдете ну и вот еще бамбуза лет я совсем недавно освоила мне понравилось тоже сервис для коллективных игр можно на компьютере но не так интересно будет ссылочку отправила вам в чат 1 это моя викторина про шварца и 2 по географии тоже я в интернете позаимствовала смысл в чем этой игры делите на команды ваших игроков можно две три четыре команды создать ну и дальше они отвечают на вопросы конструктор простой вопрос ответ начисляете баллы за каждый отмечаете вписывайте сюда ответы загружайте картинку если нужно на экране будет выглядеть так у вас две команды допустим 1 и 2 они выбирают вопрос или вы им открываете вопрос ну вот вопрос на экране вот то что виден правильный ответ это я уже дальше пролистал на самом деле изначально виден только на экране вопрос участникам смартфон не нужно не смотрят на экран они вслух отвечают правильно неправильно если ответ правильный ведущий нажимать кнопочку ok открывается этот ответ и дальше переход хода другой команде начисляются баллы если ответ неверный то нажимать кнопочку упс баллы не начисляются опять открывается ответ и опять ход переходит вот таким образом вы сами управляете игрой на большом экране ну и еще пара последних сервисов теперь точно последние флиппите это сервис для создания своей игры но про этот я уже говорила немножко работает флиппите на таблицах google создаете google таблицу есть шаблон готовы вы заполняете его своим содержанием он правда на английском но здесь все очень просто ответы вопросы друг по другом картинок здесь к сожалению нет здесь не все так красочно но здесь начисляются баллы командам здесь автоматически происходит смартфоны не нужны опять-таки делите детей на команды участников и дальше они по очереди открывают вот это табло отвечают на вопрос если вы правильно вы им начисляете баллы вот и все в этом же принципе работает сервис фактайл правда там рабочие полы немножко другое и конструктор другой но смысл тот же самый вы заполняете готовую сетку вопросами и ответами и на большой экран и и выводите тоже картина к сожалению нет иди это платная опция бесплатно только тексты без картиночные ну вот так выглядит правда здесь более веселенькая игру игра здесь у каждого каждой команды свой аватар почему-то в виде фруктиков они отвечают по очереди можно индивидуально можно коллективные по группам ну вот пожалуй все я уже таком скоростном режиме перешла в конце бесконечно можно конечно говорить надеюсь что то интересного вы для себя взяли узнали если нужны ссылки что-то вы не успели посмотреть а очень хочется то напишите пожалуйста я ссылки часть в презентацию вставила если прям вот все вам нужны то вот адрес электронной почты есть я текстом пришлю эти ссылочки нужны спасибо большое вопросы я какие-то могла просмотреть если какой-то вас очень интересует либо сейчас продублируйте либо напишите мне чуть позже спасибо большое ну раз вопросов нет то значит все было хорошо спасибо до встречи а у нас есть вопрос то сейчас он не дает встраиваемый код для сайта а вот мне надо посмотреть а вот мне давал надо посмотреть как это все работает если вам не сложно напишите мне на электронную почту я вам попробую посмотреть и ответить можно ли вот спасибо большое до новых встреч кстати по поводу кода есть вот этот сервис удоба который я все рекламирую второй вебинар там есть так называемый шаблон превращение ссылки в код я и такой хитростью у себя в блоге пользуюсь вам расскажу об этом так она называется и фрейм он по-моему называется этот шаблон он превращает ссылку в код то есть вы берете в джене или ссылку идете в удоба вставляете туда он вам генерирует код и выставляете на сайт ну сложная путь но можно попробовать в любом случае от джене ял проверю посмотрю что с ним стало и почему он стал платным следующий вебинар должен быть в октябре в сентябре по моему мои вебинары закончились но дальше по расписанию посмотрим и увидимся в начале октября я думаю ну вот на все вопросы вроде ответила спасибо вам большое надеюсь было интересно записаться на следующий вебинар и мы уже на сайте директ академии там список всех моих вебинаров на год вперед поэтому хотите можете прямо на все записаться я буду только рада всего доброго до